здравствуйте друзья я по следам наших последних там нескольких видео хотел сказать пару слов дело в том что мы когда показывали домики там два опенхауза в из пола алта и вообще там общий разговор шел у нас народ как бы зритель спрашивает насколько это вообще легальные нелегально там достраивать что-нибудь пристраивать какие-нибудь там клоповнички переводить гараж из гаража там допустим во что-то такое жилое вот мы два домика показали вы спалал то и в каждом из домиков они гараж превратили в ван бедром такой значит и как на это смотрят власти вообще и светлана сделала некоторые исследования вчера как раз на даче сидели и она пошла изучать вопрос потому что интересно тоже мне мне тоже как бы интересно как относится к этому государства как относится ну вот на разных уровнях так сказать государственность есть определенные правила которые на уровне штата на эту тему есть определенные правила на уровне каунтиз вот этих вот как бы районов таких местных и тут что интересно вот мы сейчас едем сани вейл потом у нас будет mountain view потом будет там мы не поедем но там будет палалка это все санта-клара-каунти санта-клара-каунти тут много чего в этой санта-клара каунти а вот когда мы попадаем с вами в пестs пола вам это это уже сан матео карантиye которая туда в сторону сан франциско а дальше будет уже санфранциско так вот из палал то и там еще рядом менло парк город в котором фейсбук как раз вот там то все граничит это san matteo county и светлана начала с того чтобы посмотреть что говорят на уровне san matteo county в сегодняшнем мире вся документация буквально значит можно погуглить и она у ваших ног рук кончиков пальцев там как хотите назовите теперь есть такая концепция называется она affordable housing affordable housing и как бы государственные всякие общественные организации у них есть такой пунктик что вот нужно чтобы был affordable housing из-за этого часто становится жилье совершенно недоступным например в сан франциско жилье чудовищно недоступно потому что там существует rent control и задача rent control сделать affordable housing то есть если человек живет чтобы ему нельзя было практически повышать цену ну то есть там есть повышение но они такие как бы микроскопические несерьезно получается такая история человек который допустим три-четыре года назад снял квартиру 34 он уже сегодня платит может быть там на 600 на 700 может быть на тысячу меньше чем если бы он сегодня пошел снимать поэтому он оттуда съехать не может а представьте себе людей которые 20 лет назад сняли они тоже съехать не мог таким образом получается такая история что вот вроде бы есть какой-то жилой фонд но если ты выходишь на рынок никакого affordable housing в принципе нет а есть чудовищно задранные цены потому что то что остается но бывает кто-то уехал бывает кто-то умер бывает всякое там уже такие цены уже можно тогда по рыночным ван бедром апартамент и три с половиной тысячи у нас вот возле школы можно взять там за ну не знаю 2 200 это тоже безумно дорого потому что четыре года назад вот ребята снимали за за 1200 вот это же самое вот именно это снимали не то что рядом вот это значит и так вот эта идея affordable housing ну и как и всякая бюрократическая идея напротив самой себя обычно работает это понятно так вот на уровне каунте на уровне того или иного города есть разное понимание вот этого affordable housing например если вы посмотрите на город лос-алто который очень дорогой там нет такого чтобы было affordable housing то есть не никому в голову не придет что вот там как-то должно быть подешевле вот дать дать возможность людям которые за три копейки будут селиться среди там домов которые там по три-четыре миллиона два самые бросовые значит и вот чтобы они там будут как-то проживали у них нет такой мысли в голове а вот например город из полуал то мы изучались светланиными силами документы значит сан-мадео каунте и специфические города из полуал то так вот еще нескольких городов кстати еще нескольких городов значит получается такая история что на уровне каунте поддерживается идея как бы такого уплотнения и обосновывается это вот идеями значит affordable housing почему это происходит например вот такой гараж one bedroom до в гараже если он сделан не не то что вот нелегально как положено вот инспектор пришел ночи там все все по кодам как положено то есть нормальное жилье и безопасно с точки зрения там пожарной безопасности и так далее то есть все нормально сделано то допустим этот one bedroom сдается ну скажем там за полторы тысячи а если просто так пойти вот в доме снять то глядишь там заплатишь 2 то есть когда люди живут и что-то такое подсдают у себя на территории она обычно действительно идет как-то подешевле чем в таком коммерческом предприятии по обеспечению населения жильем и кроме того там условия могут быть поскромнее безусловно то есть там понятно что в гараже нет столько площади сколько есть например там в квартирах хотя есть такие квартиры я вам скажу что такие в гараже можно две поставить но это отдельная история такая квартирка стоит что-нибудь там 1700 1800 вот там 250 квадратных футов там 25 квадратных метров квартирка ван бедром такая крохотулечка вот там вот так вот такие цены там подешевле немножко значит грубо говоря так на уровне каунте поддерживается идея то есть каунте мы мы за мы стараемся чтобы люди мы имели возможность у себя что-нибудь построить или конвертировать гараж в жилое помещение и так далее есть ограничения некоторые например скажем в том же сити из полуалта они вообще говорят что мы гордимся тем что вот мы тут в океане значит безумных цен мы являемся островком вот этой самой affordability вот у них такая гордость и они стараются сделать так чтобы оставаться островком affordability ну вы понимаете если меньше 700 тысяч там нету домов уже то конечно с точки зрения покупки нельзя назвать это дешевым местом но с точки зрения рента по закручи там существенно дешевле чем других местах рядом значит что они делают они говорят пожалуйста ты можешь гараж превратить жилое помещение и надо сказать что там гаражей как гаражей уже не так много и осталось почему потому что человек живет и он ну сколько то ему это стоит атаку раз в гараж там пустил кого-то и может быть там скромненькие условия ну так он и взял поменьше а глядишь там штуку полторы две заработал если он еще нелегально пристроил два сарая там где-нибудь еще кого-то пустил буквально за ночевать там там может и туалета не быть в эти в общем гриш еще что-то заработал то есть такие создают как сказать бидон убили таких да как раньше это называлось да так вот и сети в целом поддерживает но сети говорит это должно быть сделано по кодам по нормативам это не должно представлять пожарные опасности и это должно быть то что называется у него был кондишен то есть есть определенные требования к тому где человек живет там и тогда есть отдельно требования по папа по паркингу понимаете если например допустим саневеля где мы живем если ты хочешь пристроить там что-то допустим сзади там домик такой гест хаус а гест хаус это когда нету кухни то есть это к тебе приехали гости они с тобой живут они там ночуют и питаются у тебя да вот это гест хаус гест хаус нельзя отдельно сдавать в принципе нельзя потому что там нет кухни хотя многие строят типа гест хаус потом плиточку туда ставят и отдельно сдают но это уже нелегально да в общем так вот регулейшем значит они говорят так например в том же из палалта они говорят так мы принципе поддерживаем но говорят они мы раз в год проверяем это житель в смысле владелец кого-то к себе там пускают или это человек который как бы инвестор вот это тонко значит если вы житель города соответственно ну вот человек который выборах участвует так можно сказать если вы официально житель и вы к себе кого-то там пустили в этот конвертированный гараж это одна история это можно это можно если вы кого-то значит если вы не жителя допустим вот вы посмотрели гриб осмари дом сейчас вот это вот конвертирована сейчас дам заработаю нет они раз год приходят и проверяют чтобы это был именно до житель значит теперь с парковкой я возвращаюсь если в саневере например ты хочешь построить там что-то ты должен иметь дополнительный паркинг для этого а где взять поймете от вас есть гараж ну ну да это не в счет это есть вы должны что такое делать чтобы у вас еще был дополнительный паркинг вы не можете оставить там нечто селить туда людей у которых нет дополнительной парковки чтобы они значит там на улице парковались вы помните те кто смотрел наши предыдущие сюжеты что мы когда куда-то приезжаем и мы смотрим насколько сильно запарковано общественное вот это место улица что значит что значит что на улице очень много машин запарковано это значит что на этом участке живет много людей то есть это не то что дома в нем там три человека в среднем нет это дом а там может быть еще что-то и еще что-то еще что-то и вот в этом месте где в другом месте жила бы три человека а здесь живет может быть 8 то есть вот это как бы создает может быть невидимую внешне поскольку мы во двор не заглядываем но она показывает этот трущобность плотность заселения значит в сети of east palo alto у них нет такого ограничения они говорят что не важно сколько тебя есть вот у тебя может быть 5 бедровов там 10 15 там 2 это неважно значит у тебя вас достаточно вот иметь что если ты хочешь что-то достраивать то это не имеет значения от тебя не потребует дополнительного паркинга это вот то что мы видим там на улице больше того если в других городах например на drive way запрещается парковать больше чем две машины у вас гараж на две машины значит стоит две машины может быть в гараже еще две есть но это никого не волнует но вот на drive way не должно быть 2 в сети of east palo alto они говорят если место позволяет то мы разрешаем бампер ту бампер парковку то есть если влезают значит может быть 4 машины это все создает такой внешний вид ну скажем люди которые дорого платят там за свое хозяйство они не хотят чтобы у него вид был как у трущобы поэтому город на город не приходится но вот как бы я делюсь с вами из подчеркнутого светланы там из городской документации почему люди в таких местах особенно норовят построить чего-то неофициально тут есть два момента значит первый момент неофициальный состоит в том что если ты официально чего-то сделал конвертировал гараж там жилую площадь это повышает стоимость твоей недвижимости соответственно ты начинаешь платить больше на property tax налог на собственность то есть приходит инспектор откуда они знают потому что официально строишь или там официально конвертируешь приходит инспектор принимается это заносится в книге и соответственно там тебе пересчитывается если ты неофициально это дело значит никто не знает в книге не занес соответственно никто тебя этот налог на собственность тебе не повышал первое второе если ты строишь по кодам это совсем не то строительство это дороже стоит чем например там пришли два умельца что-то фанерку прибили там карпин бросили там на бетонный пол гаража и вот тебе уже можно жить понимаете значит не у каждого человека есть деньги вообще на эту конвертацию нормальную человеческую и там в частности вот очень интересно обсуждается у них там тема в их документации что вот есть люди носите приветствовать чтобы люди легализовали задним числом то чтобы они сказали бы вот у меня есть там но я хотел бы довести до ума и официально чтобы было они придут посмотрят скажет вот тут вот тут вот тут там дадут как бы список дел которые нужно сделать но очень очень часто это пожилые люди например у которых и денег то особо нет они там живут там может 40 лет или 50 а сейчас на пенсии или например просто бедные очень может они не пожилые но просто денег нет вот и значит им начинают такие делать займы город предоставляет от себя чтобы вот они как-то это привели в соответствие потому что город заинтересован в том чтобы все было правильно сделано без нарушений там законов всяких нормативов и так далее и в общем то возвращаясь к изначально с чего это начал сегодня идея о том чтобы уплотнять народ поддерживается в целом то есть говорят да место мало да дорого да вот не хватает жилья да мы за то чтобы люди вот могли себе чего-нибудь построить но вот например рядом с из пола алта довольно такой зажиточный городок менло парк точнее часть менло парка исключительно дорогая а есть не очень там есть разные но вот они говорят так что мы поддерживаем и мы за то чтобы люди могли построить домик там у себя дополнительный юнит и тоже в разных городах они разрешают разные скверфутич там где-то там не больше 700 скверфутов где-то можно до 1000 они как мы не против но тогда надо как бы поделиться то есть где-то 20000 примерно будет стоить получение всех пермитов и потом за то что инспекторы будут ходить приходить так далее вот они такой как бы налог что ли на это дело навешивают поскольку место в целом дорогое кроме того если у тебя тысячу скверфутов ты строишь такой ну домик это не конвертация гаража это именно построить домик ну где-нибудь ну хотя бы 200 долларов за квадратный фут надо заплатить в наших краях так то есть бывает и 300 и 400 но в данном случае мы так скромненько значит у тебя проект на 200 тысяч но если ты в состоянии потратить 200 тысяч но заплатить 20 тысяч там раз за лицензии там ну чтобы в городе деньги тоже тоже нужны хотя мы мы знаем что город получает деньги от property tax до от налогов которые люди платят то есть чем дороже продается недвижимость тем больше денег идет городскую казну соответственно у них есть больше денег на на нужды города и в этом смысле из палал то конечно жиреет поскольку тут цены чуть ли там не удвоились за последние года три-четыре и значит у них построилась кое-чего из таких серьезных зданий и они продолжают строить и строить и строить что такое коммерческое чего там раньше никогда не было это все тоже очень денежно для городской казны потому что они платят туда но и расход есть да потому что и дороги и там инфраструктура всевозможные это все тоже денег стоит вот такие наблюдения по итогам нашего посещения двух опенхаузов в городке из палалта все друзья я можно сказать приехал на работу и ну мне конечно еще запарковаться ну давайте еще с вами минутку так побуду так пошли смотреть что у нас с паркингом у нас сейчас 10 14 в принципе это довольно рано я даже не пойму что это тут у нас тут все занято я думал под окном тут встать да вот там сзади машин не безумно много слева но есть студенты наши тут умудряются парковаться где не положено под окном да сейчас я встану так ну давайте я закончил не сказали что я прятался от народа мы от народа не прячемся мы всегда лицом к нашей аудитории все ребят счастливо пойду пойду работать